В течение 15 лет на территории бывшего тракторного завода появится жилой комплекс. Речь идет о застройке почти 40 гектаров территории предприятия. Соответствующий договор заключила городская администрация с группой компании «Глорекс». Как сообщают власти, в новом квартале появится свыше 330 тысяч квадратных метров жилья. Плюс стандартный для жилищных комплексов набор. Встроенные коммерческие помещения, наземный паркинг, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Обещают и социальные объекты. На территории 40 гектаров появится 5 очередей жилого строительства. 3 детских садика, школа на 1500 учеников и фокс-бассейном. На территории бывшего тракторного завода появится центральная площадь, плейхабы и игровые площадки. А также благоустроенные бульвары и сквер. Судя по информации на сайте группы компаний, «Глорекс» — это крупный девелопер, который работает по всей России. В настоящее время мы работаем в 9 регионах. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Владимир, Мурманск и Омск. В портфеле компании представлены проекты в разных сегментах жилья. От комфорт-класса до премиум-класса. Напомним, история Владимирского мотора тракторного завода началась в 1944 году. В новейшее время предприятие ожидало процедура банкротства. В 2018 году завод был закрыт. Затем на освободившиеся земли пришли частные инвесторы. Но о планах по развитию территории было неизвестно до этого года. В марте губернатор области в ходе отчета перед депутатами ЗАГС Собрания рассказал о планах по застройке земель. В новых направлениях мы сейчас рассматриваем несколько новых кварталов, в том числе на территории тракторного завода. По угловой угла проектировщикам ставят дорожную, пешеходную и инфраструктуру благоустройства и водка. На сайте группы компаний указано, что под озеленение будет выделено более 7 гектаров территории, что в полтора раза выше положенных нормативов. Так же, как следует из пресс-релиза городской администрации, застройщик передаст дошкольные учреждения в этом районе в муниципальную собственность. В рамках реализации проекта комплексного развития территории будут построены дошкольные образовательные учреждения вместимостью свыше 750 мест, которые безвозмездно передадут вместе с земельными участками в муниципальную собственность. Кроме этого, инвестор разрабатывает проект строительства учебного учреждения на 1500 учащихся. И после положительного заключения государственной экспертизы, безвозмездно передаст его вместе с земельным участком в собственность города. Шестой канал поинтересовался у жителей Владимира о том, как они относятся к планам по застройке. Кто-то оценил проект положительно. Жилых комплексов, да, не хватает, потому что это же старый Владимир. А здесь место очень хорошее, поэтому пусть будет застраивать. Доложительно устроиться. Почему бы нет? Хороший комплекс, все там будет обустроено. Больше мест, больше квартир, больше семьи строится. Ну не знаю, мне кажется, это здорово. Правда, нашлись и те, кто не разделил подобного оптимизма. И вот почему. Новые жилые дома при существующей ипотеке, ну не знаю, кто потянет. Понимаете, все надо развивать в комплексе. То есть нам нужно предприятие с хорошей зарплатой, чтобы люди могли покупать новые жилые дома. Сейчас, сейчас у нас переизбыток жилых домов и недостаток нормальных предприятий. Не купи-продай, а именно производящих. Отрицательно. Почему? Зачем тут домов столько, народу живет, и еще куча людей будет проживать. Не хватает инфраструктуры просто. Жилых домов-то как будто хватает. Транспортных развязок не хватает. Потому что людей и транспорта больше, чем пропускная способность вообще в целом. Если говорить о финансовом вопросе, то, как уточнили в мэрии, общий объем инвестиций в реализацию проекта должен составить порядка 40 миллиардов рублей. Алексей Домнин и Гордий Якевич, Шестой канал.